следующий спикер у нас будет выступать точно он уже у нас студии я прошел макс гапонов из киви привет макс привет всем да и доклад макса будет непрерывное развитие скрам огонь вода и супервизии вот сегодня мы его послушаем скрам мастеров но и скрама тоже прошу прощения оговорился и я передаю слово максу пожалуйста спасибо спасибо привет всем еще раз очень жаль что не получается встретиться так как мы встречаемся обычно был бы очень рад всех вас увидеть и поговорить с вами меня зовут макс гапонов я работаю agile коучем в компании киви и сегодня я буду рассказывать о том как мы занимаемся развитием скрам мастеров у нас в киеве через огонь воду и супервизию я пролесну парите идея папа пара слов до предварительных идея о том чтобы применять супервизию о которой подробно пойдет речь в этом рассказе меня посетила наверно 3-4 года назад в ходе обучения моего терапевтического в московском гештайт институте потому что после четырех лет основной программы я проходил несколько специализаций одной специализацией была супервизия практики и там решила естественно супервизия практики психотерапевтов я вот полтора года крутя эту историю все больше и больше убеждался в том что это подходит и другим профессиям о том как мы собственно используем это у себя в киеве и как раз и будет мой сегодняшний рассказ но сначала я бы хотел вас попросить сфокусироваться в восприятии всей той истории которая буду рассказывать сегодня вот на каком вопросе тоже такой скрам мастер потому что на самом деле ответов на этот вопрос есть очень много и они не очень очевидны и мы с этим вопросом делали всю ту работу о которой я буду рассказывать я приглашаю этот путь проделать вместе со мной в общем-то ничего необычного в нашей задачке не было да нам необходимо было заниматься развитием скрам мастеров каким образом мы это увидели да в общем-то как и все остальные это видят у нас есть команды в которых работают скром мастера и одни скром мастера более опытные чем другие и это сильно отражается на ситуациях команды да и каким образом возник у нас вопрос каким образом бы сделать так чтобы помогать скром мастерам развиваться да чтобы опыт переходил и от нас к скром мастерам и между скром мастерами и в общем то как бы задачка звучит достаточно просто как всегда она оказывается достаточно непростой несмотря на то сколько лет ты проводишь в этой профессии и попытавшись укусить несколько раз от этого пирога мы достаточно быстро поняли что это какая-то сложная задачка чего делают agile практики с большой сложной непонятной задачей итеративно инкрементально снижают комплексность чем мы собственно и занялись первое что мы сделали это мы решили что нам нужна модель компетенции скром мастера ну в смысле если мы занимаемся развитием какой-то роли для выполнения работы этой роли необходимы какие-то компетенции и мы по максимуму старались избегать создание собственных велосипедов каких-то мы использовали то что уже есть на рынке и я вот здесь специально внизу приложил ссылочку на полный список компетенций скрома который описывает скром орг да не скром мастера именно скрома то есть полный список компетенций которые необходимы для того чтобы у вас скром работы я перечислю здесь только основные вектора этих компетенций да потому что нам это важно для дальнейшего рассказа собственно первый вектор компетенций это понимание и применение фреймворка скрома второе это развитие людей команд до третье это адаптивное развитие продуктов четвертый это разработка и поставка функциональности да и последнее это развитие адаптивной организации вот если вы зайдете на скром орг вы увидите что в каждом значит из этих из этих векторов перечислено много компетенций чем мы делали с этими компетенциями мы задали два вопроса вот представьте что любая компетенция это какой-то молоток да это какой-то инструмент которым вы делаете какую-то задачу соответственно у нас было два вопроса скажем скажем скром мастера как ты используешь сейчас это в своей работе да какие гвозди ты этим забиваешь и второе как ты мог бы использовать это и собственно разработав вот эту вот историю да мы пошли разговаривать со скром мастера естественно мы на одни и те же вопросы увидели разные ответы от скром мастеров что привело нас вполне ожидаемо к следующему вопросу окей если у нас разные ответы да а соответственно тогда это разное применение тех или иных инструментов а скорее всего это связано как-то с уровнем да ну вот мы начали делать такие теоретические теоретические конструкции как говорил курт левин нет ничего более практического чем хорошая теория и мы с одним моим коллегой мишей под урцом начали пытаться свести эти ответы до разделяя их на какие-то заметные уровни компетентности развитости этих компетенций вот и чего у нас получилось у нас получилась следующая картинка и она тоже важна для того о чем мы будем говорить дальше значит когда вы молодой скром мастер вы только прошли psm да вот загорелись вот эта идея почувствовали в себе течение силы вот вы находитесь на уровне когда вы применяете скром по инструкции вы еще не знаете про техники управления бэклогом про инженерной практике вы много про что не знаете но у вас есть скрижаль да и вы по нему работаете понятно что это сопряжено с как с какими-то ограничениями но необходимо выбрать сначала этот уровень применения скрома по инструкции если кто из вас помнит концепцию шухари то это как раз шум делай вот так как написано в скром гайде дальше прислушившись опять же к собственному опыту да и к тому пути который мы проделывали мы же все когда-то были неопытными скром мастерами мы выделили такой уровень компетентности который мы назвали директивный инспектор адапт ну смысле я вот скром мастер я прихожу в команду понимаю что она на ретроспективе не поднимает какую-то важную тему а я про нее знаю я значит директивным говорю ну-ка обсудите-ка вот это да а потом ну-ка обсудите-ка вот это и в таком достаточно управленческом стиле я устраиваю inspect and adapt этой команды до будучи скром мастером на этом уровне развития компетенции дальше когда какие-то простые задачки развития команды и простые сложности до развития команды решены я как скром мастер во что попадаю я понимаю что есть много разных мест улучшений у меня не про все из них есть компетенции они продуктов или не продавь девелопер да и мне я уже сам не могу директивно вот это обустраивать этот inspect and adapt и тогда скром мастер начинает через вопросы команде до фокусировать команду на том где ей можно улучшаться ребят а это нормально что у нас вот так ребят а вот как вы считаете вот это хорошо здесь или нет а вот я слышал что вот когда вы разговаривали с той команды вы сказали вот так и так далее да и это уже требует и от команды какого-то определенного уровня уже и самоорганизованности да и кросс функциональности и требует определенного взгляда да на то как совершает работу от самого скром мастер вот когда происходит когда опыт копится на этой стадии дальше чего происходит дальше происходит переход на фокус на поставку бизнес-ценности и это следующий уровень развития скром мастера достаточно матчурный уровень потому что представьте что вы на любую ситуацию в команде с какой бы вы не столкнулись смотрите исключительно с позиции это помогает поставлять бизнес-ценность или это мешает поставлять блокирует поставку бизнес-ценности команды и здесь конечно тоже используются уже другие другие инструменты уже другое другая точка зрения на то что я как скром мастер вообще должен делать да какова моя роль в этой команде да и здесь естественно моя роль как скром мастера сильно выходит уже за пределы команды потому что цепочка поставки бизнес-ценности часто включает еще какие-то другие части организации и следующий уровень который мы определили это развитие адаптивной организации когда основным фокусом работы скром мастера становится развитие адаптивной организации включая да другие департаменты другие подразделения какие-то какие-то истории там неоптимальности орг структуры затрагиваются и так далее и ну раз уж вот здесь зашла об этом речь что важно сказать как я например смотрю на работу agile коуча для меня нету такой отдельной роли как agile коуч я очень давно считаю что agile коуч это скром мастер просто уровня организации да и как раз собственно основная работа которой я занимаюсь в организации да это фокус на поставке бизнес-ценности и развитие адаптивности самой этой организации поэтому мы вот все в этом смысле в одной роли в организации находимся да независимости от уровня от уровня компетентности естественно сделав вот это вот упражнение по моделированию компетенций да и по определению уровня этих компетенций да как как и как отличить один от другого мы пошли по достаточно стандартному пути мы разработали про программу долгосрочного развития скором мастеров у нас достаточно большой опыт и разработки образовательных курсов и применение этих вещей да ну опыта по изменению организации уже там не знаю на нескольких человек там да там на пару десятков лет накопится вот и мы поняли что необходимо сфокусироваться вот на этих темах да что необходимо говорить про основу agile коучинга что такое стенд с agile коуча какие компетенции важно развивать и так далее вот что необходимо говорить о трансформационном лидерстве да мы в этом смысле очень любим leadership circle да и я видел как применение этих вещей в организации дает очень мощный boost да и изменение мировоззрения и соответственно изменение внутри организации вот несколько сепишных историй смысле айси agile professional то что у нас были аккредитации да для продукт оуноров для фасилитации да для коучинга agile команд и в общем все вот это вот было запланировано как такие трехдневные программы раз в пару месяцев для того чтобы помогать развивать те компетенции которые необходимо развивать вот а следующий вопрос который мы задались он был вот какой окей значит у нас есть модель компетенции у нас есть какие-то ответы на нее мы знаем какие уровни нам интересно как бы мы хотели помогать ребятам развиваться но на что нам нацелена их работа вот что такой хороший скром мастер и тут нам пришлось сделать несколько гипотез и первой гипотезы было то что ну скром мастер это роль которая отвечает за качество скрома в команде и в компании вообще и собственно из этой гипотезы выросла какая штука вот максим цивков какое-то время назад наверняка знаете такого писал что скрам где-то комментарии это видел в фейсбуке что скрам это нормированный процесс он реально нормированный процесс а всегда можете сказать скрам хорош или скрам не очень хорош каким образом это сделать вы приходите на события и смотрите что там происходит и дальше вы сравниваете то что происходит на этих событиях со скором гайда и видите это то что должно происходить или не то что должно происходить и мы разработали модель она такая достаточно объемная там несколько десятков вопросов по анализу до стоит of the art как бы как выглядит скрам в твоей команде и дальше мы начали всю эту картинку связывать а кстати говоря если хотите использовать используйте welcome да вот ссылку я здесь прикладываю имейте ввиду использовать это на свой страх и риск почему потому что вы узнаете много о своем скраме не все из этого вам понравится ну нам по крайней мере не все из этого понравилось чем мы узнали про наш канал круто мы снизили комплексность до разработав несколько моделей но мы как опытные ребята достаточно хорошо помним что модели показывают только наблюдаемую реальность в этом на самом деле большая большая беда всех книжек которые описывают различные модели там поведения изменений там и так далее да они описывают что они описывают то что ты наблюдаешь вот был такое состояние стало такое состояние но к сожалению они не дают ни намека на то как сопровождать процесс процесс перехода из одного состояния в другое да каким образом помочь скрам мастеру из состояния когда я скрам делаю по инструкции в состоянии директивно инспектора это будет зависеть от огромного количества параметров от самого человека но об этом еще поговорим подробнее и так далее а тут еще вот это вот ботва случилось и что самое интересное вот наверняка же видели да этот мемчик то кто сделал трансформа отжал трансформацию вашей компании seo там seo или иногда там чип отжайл офисер да или к вид 19 к вид 19 когда мы все значит разъехались по домам столкнул нас с чем очень сильно облегчив вот эту решение вот этой задачи потому что вот у нас есть прекрасная программа развития мы значит уже разрабатываем и начали уже назначать какие-то штуки но какие-то мероприятия даты по тем вещам которые мы уже разработали и вдруг мы сталкиваемся с чем все люди разъехались по домам всем непонятно как работать всем страшно всем непривычно и процесс развития нужно поддерживать вот прямо здесь и сейчас и какими-то большими кусками которые естественно имеют смысл да но вот тут у нас сложился пазл потому что последним вопросом вот в этой череде до модель компетенции качество событий скрам и так далее было каким образом мы будем сопровождать это развитие и вот эта история где нужно было сопровождать людей прямо здесь и сейчас которая у нас началась просто банально с того что мы назначили ежедневные пятичасовые встречи в смысле в 17 00 ежедневно мы собирались со всеми скром мастерами и просто разговаривали о том как им живется чего происходит да и и чего им важно и вот эта последняя капля как раз позволило сделать вывод о том что все то что было разработано до этого необходимо применять именно в супервизионном процессе супервизионной деятельности теперь что же такое это самая супервизионная деятельность для этого необходимо будет рассмотреть трех персонажей персонаж номер один это клиент который приходит к терапевту потому что психотерапевту потому что я буду на примере терапии это рассказывать да персонаж номер два это терапевт которому приходит клиент и персонаж номер три это супервизор которому приходит терапевт что происходит на на терапии да в процессе в процессе психотерапии клиент приходит рассказывать о своей жизни, о том, как ему живется, о том, где ему живется легко, о том, где ему живется сложно, да, и задача терапевта в чем? Задача терапевта в том, чтобы поддержать процесс клиента. В первую очередь не самого клиента, а процесс его развития, потому что терапевт, он же не знает, что делает клиента счастливым, да, и это точно может быть не то, чего делала счастливым самого терапевта. Здесь есть очень большая разница жизненного опыта, да, потому что люди по-разному живут свою жизнь. Но что делает этот диалог возможным, да, то, что терапевт задает вопросы и фокусирует внимание клиента на том, как тот относится к одной или другой или третьей жизненной ситуации, в которую он попадает, да. И, возможно, многие из вас слышали анекдот про терапию, как бы, типа, вот, ну, и как, работает терапия? Ну, как, ну, работает, да, я вот раньше боялся и делал то же самое, а теперь я горжусь и делаю то же самое, да. В этом смысле процесс это, правда, выглядит вот так, просто клиент становится комфортнее в своей жизни, да, комфортнее в своем процессе. Когда терапевт совершает эту работу, поскольку он работает собой и тоже своим каким-то жизненным опытом, с ним что происходит? Он вообще-то часто наталкивается на какие-то ситуации, которые ему тоже непонятны в его профессиональном пути, в том, как он делает свою профессию. И с этим помогает разбираться супервизор. Как это выглядит, да? Ну, вот, не знаю, приходит ко мне какая-нибудь клиентка, и она начинает на меня кричать, и я начинаю таять, да, я вот все, сажусь там в стуле и ничего не могу сделать. Почему? Ну, потому что когда-то на меня кто-то кричал, да, и я до сих пор не могу этого выдерживать, да. И в чем задача супервизора, да, это поговорить со мной о том, от чего мне так тяжело, на что я вообще так включаюсь в этом разговоре с этим клиентом, с этой клиенткой. Почему я как-то начинаю считать это куском своей жизни, хотя вообще-то, как бы, клиент не рассказывает о своей жизни, да, а я его слушаю, и, в общем-то, это наша договоренность, потому что я обращаю на что-то его внимание. И супервизор точно так же, как терапевт, он не дает мне советов о том, как мне делать эту работу, да. Мы просто разговариваем о том, где мне легко, где мне тяжело, и в чем причины тех сложностей, которые у меня возникают, и мои ли это причины, или я пытаюсь притащить сложности клиента, которые каким-то образом связаны со сложностями моей жизни и тем, как я работаю. Формы супервизии бывают разные, но их немного. Бывает очная супервизия, когда это чаще всего происходит в образовательных программах психотерапевтических, да, когда есть некоторая группа людей, они собираются вместе, кто-то из них становится терапевтом, кто-то клиентом, происходит работа, ее видит супервизор, после чего обсуждает с терапевтом. Бывает заочная форма супервизии, когда вы приходите как терапевт просто к супервизору и рассказываете, разговариваете о каком-то случае или о каком-то клиенте, да, о том, как проходит с ним терапия и так далее. Вот. Это может происходить и индивидуально, и в группе, да, есть супервизорские группы, да, где вот собираются терапевты, и там тоже происходит очная или заочная работа. Есть некоторый соблазн воспринять супервизию как менторинг, да, и здесь вот мне важно разделить, потому что это очень разные, очень разные парадигмы мышления, да. Вот я попытался выделить какие-то основные критерии, да, по которым я мог бы сравнить эти два вида деятельности, да. Вот если ментор поддерживает процесс развития компетенций, и, в общем-то, это абсолютно, ну, нормальная история. Более того, когда вы занимаетесь развитием хардскеллов, тут как раз менторство скорее больше поможет, чем супервизия, да. Вот. Но так или иначе, ментор поддерживает процесс развития компетенций. Чего делает супервизор? Он поддерживает процесс развития терапевта. Компетенции где-то приобретаются, да, они как-то перерабатываются, есть какой-то опыт у терапевта, как он работает, и важно поддержать именно процесс развития, да. Да. Далее. Ментор в первую очередь опирается на свой опыт, да, на те задачи, которые он решал, на те способы, которые он решал, ну, или озвучивает какие-то идеи, которые тоже из его опыта происходят. Супервизор опирается исключительно на опыт терапевта. А более того, как бы, да, если, когда клиент приходит, терапевт приходит к супервизору, клиента не существует. Клиент — это сон терапевта для супервизора. Поэтому мы смотрим, как супервизор, исключительно на тот опыт, который есть у терапевта. Своего опыта мы включаем намного меньше и в очень ограниченных границах. Дальше. Ментор фокусирует внимание терапевта на затронутых темах. Вот ты проявил об этом, об этом, об этом, об этом. Что будет делать супервизор? Он будет фокусировать внимание терапевта в первую очередь на фигурах избегания. То есть на том, о чем не говорится. Или на том, что говорится, но не соответствует реальности. Например, человек говорит, мне больно, но при этом улыбается. Это как-то интересно. Или, слушай, вот ты говоришь вот об этом и об этом, но при этом ты не затрагиваешь того, что между ним находится. Об этом будет, на этом будет фокусироваться супервизор. Далее. Ментор помогает определить способы решения сложностей. Да, то есть когда терапевт попал в какую-то ситуацию, ментор скорее будет предлагать, как из нее выбраться, способ, как из нее выбраться. Что будет делать супервизор? Он будет помогать определять причину возникновения сложности. Он будет в первую очередь сфокусироваться на том, как ты, дружище, туда попал. Почему? Потому что ровно знание о том, как я куда-то попадаю, помогает мне не попасть туда в следующий раз. А опыт выбирания не всегда помогает мне не попасть в эту же ситуацию в следующий раз, в эту же сложность. И ментор может давать оценку действиям терапевта. Это ты сделал хорошо, это ты сделал плохо. Супервизор не может давать по определению оценку, потому что он нейтрален к действиям терапевта. Ты сделал вот это. Можешь ли это рассказать? Зачем ты это сделал? Какого результата ты хотел? Насколько ты получил этот результат? Но вот самой оценки не происходит, потому что супервизор не знает ни клиента, не знает, что делает терапевт. Он может только разговаривать и только фокусировать внимание терапевта на его процессе. Почему важна супервизия? В смысле, опять же, есть куча профессий, где менторинг работает, работает хорошо, и не надо искать тоже никаких других новых способов решать какие-то задачки. Почему вот в терапии супервизия оказывается важнее и действеннее? Ну, могу тоже на своем личном опыте рассказывать здесь и на опыте коллег, которых вижу уже много лет в сообществе. Ну, смотрите, во-первых, у каждого терапевтического подхода есть какая-то база. Вот какой ни возьми, там, когнитивно-бихеверальная, гештальтерапия, экзистенциальная психология и так далее. Везде есть какая-то теоретическая база, на которую мы опираемся, которая оформляет наш взгляд, нашу точку зрения на то, что происходит с клиентом, что это за процесс и так далее. Но в первую очередь терапевт работает с собой. У него есть какие-то переживания по поводу того, что рассказывает клиент. У него есть какие-то гипотезы по поводу того, с чем это связано. У него есть какой-то опыт проживания похожих ситуаций, из которых он может откликаться, сопровождая вот этот вот путь перехода из одного жизненного состояния клиента в другое. И единственной правильной формы применять теорию в таком случае просто не существует, потому что теория для всех одинаковая, а жизнь у всех разная. И получается чего? Получается, что вот сколько есть терапевтов, столько есть терапий. И в принципе, сколько есть скраммастеров, столько и скрамов. Об этом поговорим дальше. Если попытаться применить вот то, о чем я говорил, вот такой супервизорский подход работы над развитием, над процессом развития для скраммастеров, то что нам для этого нужно? Вот сейчас как раз давайте будем потихонечку собирать. Потому что, во-первых, нам нужна какая-то теория развития. Если мы сопровождаем развитие, значит, у нас должно быть предположение о том, через какие стадии это развитие проходит. Чек, потому что, подводя итоги обсуждения со скраммастерами про их компетенции, мы сформировали вот эти уровни развития компетенции. А вторая вещь, которая нам нужна, это модель компетенций. Нам нужно понимать, какие компетенции нужны для того, чтобы эта работа совершалась. Чек, потому что это то, с чего мы вообще начали. Нам нужна модель хорошего скрама. В этом смысле, кстати говоря, работа со скраммастерами намного проще, чем психотерапия. Почему? Потому что нет как-то определения хорошей жизни для человека. Вот я не знаю, я, например, работаю по 18 часов в сутки и счастлив при этом. Я же не могу сказать, работай по 18 часов в сутки и будешь счастлив. Но если смотреть на скрам, то мы точно знаем, что такое хороший скрам, и как его отличить от плохого скрама. И последняя вещь, которой не хватает тогда для применения формата супервизии для скраммастеров, это сеттинг для работы. И это была, как это, достаточно болезненная штука для нас, потому что мы вообще-то сеттинг... У нас были какие-то предположения о том, как должна выглядеть эта работа, но, как и все в скраме и вражайле, да, как это, мы туда влетели, а дальше собирали разные косяки и подводные камни. И вот несколько выводов важных для того, чтобы эту работу можно было начинать. Во-первых, скраммастер очень важна договоренность об управлении вниманием команды. Эта задача решается контрактом между скраммастером и командой, когда скраммастер говорит, я вот скраммастер, я занимаюсь вот этими вещами, я буду смотреть на вот эти вот штуки, вы можете ожидать от меня вот этого, вы не можете ожидать от меня вот этого, да, и мне важно, чтобы когда я что-то привлекаю к чему-то ваше внимание, вы его туда уделяли. Почему это важно? Я на самом деле изначально вот в этой фразе написал, что ему нужна возможность выполнять свою роль, а потом в целях сокращения текста удалил. Но смысл остается тот же. Если скраммастер не может управлять вниманием команды, он не может выполнять задачу свою роль. Ну, мы видим огромное количество ситуаций, да, и вот в этом проекте тоже видели. Когда скраммастер приходит вести совещание, именно дают вести совещание, да, или когда он обращает на что-то внимание, как бы, ребята, у нас как бы есть какая-то сложность, похожая с тем, чтобы вот мы попали в тот срок, который себе нарисовали, и кажется, мы об этом ничего сейчас не говорим. Это нормально? И тишина в ответ, да. Без вот этих вещей скраммастер не может делать свою работу. И мы реально в это влетели где-то уже в середине, да, то есть когда мы начали анализировать сложности, которые у нас возникали по ходу работы, мы видели, что этого очень сильно не хватает. Хотя вот сейчас, и с сегодняшнего дня, да, мне эта тема кажется абсолютно очевидной, потому что у терапевта есть точная договоренность о работе с клиентом, да. Вот. Ты приходишь сюда раз в неделю, я уделяю тебе час своего времени, ты мне рассказываешь, я тебя слушаю, ты обращаешь внимание на то, на что я прошу тебя обратить внимание, и это позволяет отношениям между нами происходить, да. На работе с супервизором важен тоже достаточно четкий сеттинг, потому что такая форма работы непривычна, да, и мы сталкивались с тем, что она непривычна, почему ты задаешь эти вопросы, почему ты даешь такие ответы, почему ты не можешь мне просто дать советы, как мне тут поступить в этой ситуации, когда я тебя прошу и так далее. Поэтому очень важно задавать границу по срокам, сколько времени мы будем с тобой работать, да, задавать какие-то конкретные фокусы внимания, на что мы будем обращать это внимание, да, как мы будем работать, то есть какие вопросы я буду задавать, как часто это будет происходить и так далее. И какие-то ожидаемые результаты для того, чтобы, ну, отслеживать, мы в каком-то направлении вот туда, куда хотели двигаемся или нет. Как выглядит схема работы со скроммастером, которую мы используем? Значит, у нее есть достаточно конкретно озвученная цель, это повышение качества событий скром в команде. Вы помните, да, одним из инструментов, который мы разработали, является как раз оценка качества, да, событий скрома на основании скромгайда. И вот, соответственно, главной целью работы, да, является повышение качества событий скрома. И мы, конечно, сделали ряд гипотез, например, о том, что скроммастер, развивая свои компетенции, может, да, влиять на качество событий скрома. Вот. И нам пришлось принять эти гипотезы для того, чтобы начинать эту работу. Вот. А как выглядит таймлайн работы, как выглядит таймлайн работы со скроммастером? Эта штука занимает два спринта, выглядит следующим образом. Сначала супервизор посещает в тихом режиме, да, никак не включаясь, переходит на ретроспективу завершающегося спринта, просто чтобы увидеть, чего происходит в команде. Потом проводится предварительное интервью со скроммастером, в котором как раз озвучиваются вот все вот эти вещи с сеттинга работы, как мы будем работать, что будет происходить, да, какие вопросы я тебе буду задавать. И озвучиваются две просьбы составить импакт-мэп развития команды, то есть карту влияния развития, не развития команды, вернее, а повышения качества событий скрома в этой команде. Вот. Если кому интересно, посмотрите, что такое импакт-мэп. Сейчас просто вот не смогу быстро рассказать в условиях ограниченного времени. И составляется предварительное индивидуальное план развития скроммастера. После чего в течение двух спринтов супервизор в таком же тихом режиме посещает все события скрома этой команды, и после каждого события скрома проводится супервизия. Просто супервизия расскажу буквально на следующем слайде. И вот в процессе этого обсуждения, в процессе того, что высвечивается в супервизии, дорабатываются и импакт-мэп, улучшение событий скрома в команде, и индивидуальный план развития скроммастера. То есть эта работа ведется итеративно-инкрементально. Она начинается прямо вот до начала работ, да, и идет, сопутствует всем работам это постоянно меняющиеся вещи. Какие вопросы интересуют меня, например, как супервизора на супервизии? Как прошло событие, на твой взгляд? Чего ты делал? Какие смыслы придавал? Какого результата хотел? Насколько удалось его достигнуть? Где вываливался из роли фасилитатора? Не буду все озвучивать. Почему? Потому что здесь важно сказать, что важны не вопросы. Важны те темы, которые вы, как супервизор, начинаете получать в процессе ответов на эти вопросы. Потому что темы там совершенно неожиданно возникают. И, собственно, именно эти темы и являются основой для того, чтобы, ага, хорошо, а что ты увидел про свою команду? Чего тебе кажется важно было бы изменить? Тогда это идет в импактнад. Каких тебе не хватает, как ты думаешь, компетенций для того, чтобы это происходило? Тогда это легло в ВПР. И вот так вот мы работали с нашими скроммастерами в течение длительного времени и продолжаем работать сейчас. Какие подводные камни сразу здесь необходимо обозначить? Первый подводный камень, на который мы натолкнулись везде, и я наталкивался на него и в других местах тоже, не только с нашими командами, это идентичность скроммастера. То есть тот смысл, который скроммастер вкладывает в ту работу, которую делает. И эта штука сильно зависит от большого количества параметров. Во-первых, она зависит от того, чем скроммастер занимался раньше. Я вот, например, как продуктованер с большим стажем, я даже по этой презентации можно видеть, что я определяю потребителя, потом сложности этого потребителя, и потом ищу способы это решать. Соответственно, те, кто был менеджером, они будут скроммастерство делать из менеджерской позиции. Те, кто был дизайнером, будут какие-то аспекты вот этой работы приносить. Это всегда будет влиять, то, чем занимался раньше скроммастер, на то, как он выполняет эту работу. Второе, чего сильно зависит, это от текущего уровня компетентности. Потому что очень сложно говорить об адаптивности организации, в смысле бессмысленно говорить об адаптивности, настройке адаптивности организации с человеком, который скромгайд увидел неделю назад в первый раз. И это какой-то путь, который ему, как и всем нам, когда-то приходилось проходить, и он тоже его будет проходить. И еще очень сильно идентичность зависит от ситуации в команде и в компании. Есть три вопроса, которые помогают проявить уровень, проявить идентичность терапевта. Они очень простые. Откуда ты? Чего для тебя важно? И куда ты идешь? Это вопросы, которые я очень часто задавал скроммастерам, с которыми работаю. И каждый раз, как-то выстраивая диалог вокруг вот этих трех вопросов, мы находили какие-то неочевидные для самого скроммастера смыслы в том, как он делает эту работу. И в начале всегда получается сферический скром вакууме. Но в том смысле, что первая версия и импакт мэпа, и ИПРа, для нас это было очень удивительно, открытие. Не спрашивайте, почему, я вот удивился. Но началось все с того, что импакт мэпы выглядели про идеальный скром, как он должен выглядеть. Потом стало понятно, что это какая-то такая достаточно обычная трансформационная активность. И мы стали уже сильно проще к этому относиться. Потому что для того, чтобы определить, чего нужно сделать для изменения реальности, необходимо, во-первых, зафиксировать ее текущее состояние, а во-вторых, куда хочется попасть. И вот куда хочется попасть, это то, что сразу попадает в карты влияния и в индивидуальный план развития. Вот дальше по ходу супервизии, по ходу посещения событий скрома, эти вещи начинают больше притягиваться к реальности, потому что понятно, что с чем сравнивается. Вот. И на это нужно время, очень много времени. Прямо уйма времени. Значит, из нашего опыта во время совместной работы с супервизором у некоторых скромастеров уходило до 50% времени на то, чтобы разгребать то, что вылезало. Изначально мы предполагали, что это будет 20-25, вот иногда уходит до 50. И при очной супервизии, это уже про супервизорство само, очень сложно одновременно вести больше, чем двух скромастеров. И проявляется потребность в форматах какой-то групповой работы. Если вы хотите попробовать, то есть несколько важных вещей. Вам обязательно нужно быть практиком отжаян. Вот я не верю в отжаян-поучи, которые не работают руками с командой. Да, вот я регулярно провожу какие-то совещания, я регулярно иду на сессии улучшения бэклогов, я регулярно их провожу и так далее. И это необходимо для того, потому что вам нужен опыт для того, чтобы выдерживать чужой опыт. И вот выдерживать разницу опыту между вами и скромастером придется постоянно. И вам важно научиться работать в каком виде? Вы работаете только со скромастером. Его команда это сон, его команда для вас не существует. Вот у вас есть скромастер, он к вам пришел и рассказывает о том, как он делает свою работу. И работать вы можете только с этим. Чего мы видим по итогам? Это вот серьезный скачок в развитии навыков системного мышления. Все ребята, с которыми мы работали, говорили про очень серьезное углубление понимания целей событий скрома. А это периодические баталии, на самом деле, которые много лет происходили. Зачем PBR нужен, зачем планирование нужно и так далее. Значительный рост устойчивости в своей роли. И фокусировка ближайших факторов развития, потому что ИПР как бы с фасилитацией, он начинает превращаться в конкретные штуки фасилитационные, которые необходимо данному скромастеру прокачать. И куда мы планируем это развивать? Долгосрочную программу развития скромастеров, она на самом деле еще больше себя подтверждает, а аналогов таких очень мало, и мы будем эту программу делать сами. Мы будем заниматься форматами групповой работы, и сейчас мы уже смотрим на то, чтобы переносить этот опыт, работать со скромастерами, на работу с другими ролями в организации, потому что похоже, что это работающая конструкция и в нашей деятельности тоже. Помните, я вначале спрашивал, кто же такой скромастер? Это я не ради красного словца спрашивал. Самое интересное, что весь путь, который мы проделали, завершился ровно этим вопросом перед нами, потому что роль скромастера мы описывали после всей той работы, которую я вам рассказывал, но это ушло больше, чем полгода. И здорово, что это так, потому что нам удалось выкристаллизовать вот какую штуку, что если представить команду как продукт, то скромастер – это продукт, онер – это команда. На следующем слайде я не буду здесь рассказывать, я просто хотел с вами поделиться то, как мы посмотрели на роль скромастера и чем она занимается. Потом просто гляньте презентацию и используйте, если вам это будет полезно. И занимайтесь непрерывным развитием не только процессами. Очень вас прощу. Таков путь. Вопросы? Да, Максим, спасибо за суперинтересный доклад про развитие скромастеров. Действительно, очень видно, что ваша компания очень глубоко это выстроена. О, да. И этому много времени уделяется, это классно. И сейчас у нас есть несколько вопросов. Первый такой. Как вы понимаете, что эта схема сработала? По обратной связи, как мы понимаем в скроме, что что-то работает. Мы поставили гипотезу, мы ее проверили за какой-то короткий промежуток времени, мы посмотрели на результаты. Мы видим и по обратной связи от скромастеров, и по обратной связи от команд, и по опроснику качества событий скрома. У нас есть несколько вещей, на которые мы смотрим. И это достаточно четкие все вещи. На обратной связи. И тут задают вопрос, разница между коучем и супервизором, в чем она? Очень тонкий вопрос, потому что необходимо еще и сначала говорить, в чем разница между психотерапией и коучингом. Вот. На самом деле в коучинге тоже практикуется супервизия. Здесь просто важна какая история. Смотрите, если вы делаете какую-то работу, важно, чтобы был человек, который не судит то, как вы делаете эту работу, но готов с вами поговорить об этом. Вот, ну, давайте так, наверное, сейчас отвечу. Вот. Можно утащить потом в обсуждение за столом. Отлично. Насколько часто вы проводите супервизии для каждого скром-мастера, и сколько у вас супервизоров в компании? Частота эта очень простая. Она зависит от событий скрома, да, или еще каких-то событий, с которыми мы договорились. Соответственно, вот сколько проходит событий скрома в этой команде, столько в начале и делают супервизии. Дальше, когда мы уходим уже вот из этого двухспринтового формата работы, мы по запросу это делаем. Ну, в смысле, вот, слушай, вот я хочу улучшить PBR, приходи, посмотри, и давай потом поговорим. Окей. Там еще вторая часть вопроса была, Родиан. Я там на нее не отвечу. Да, сейчас ее найду. Потерялся вопросик. Ну, во сколько у вас супервизоров? А, сейчас двое. Двое. Я и Миша подорез. Понятно. Как раз от него был вопрос, как вообще эта супервизия влияет на результат. На результат чего? Результат команды. Смотрите, это была тоже одна из гипотез. Мы говорили о том, что если качество событий скрама улучшается, то улучшается и процесс поставки бизнес-ценностей. И эта гипотеза, которую мы трекаем, мы сейчас по обратной связи видим, например, от заказчиков этих команд, да, что... Не всех, правда. Вот. Что виден процесс того, как развивается эта история. Ага. Вот. А дальше будем смотреть, потому что сейчас, ну, там, одной из вещей, которой мы занимаемся, это внедрение процессных метрик, да. И мы, собственно, эта идея возникла тоже ровно из того, что давайте посмотрим, как наши процессные изменения влияют на там качество или отзывчивость команды, да, ну, или на ее производительность. Еще вопрос такой, как присутствие супервизора влияет на, ну, на вероятность провала встреч, как бы, да, например, на ретро. Вы ведете супервизора, тут у человека есть вопрос, это очень опасно, да, команда может провалиться, как бы, в ретро и так далее. Смотрите, я вот тоже волновался по этому поводу, но есть какие-то штуки, которые онлайн делают проще, чем они были в оффлайне. Потому что если незнакомый человек, хотя на самом деле все нас в организации знают, потому что мы давным-давно там работаем с этими вещами, но так или иначе, когда незнакомый человек входит в переговорку, в которой происходит встреча, да, люди могут напрячься. Когда вы подключаетесь к зуму, напряжение намного меньше, и, ну, я вот реально там, я со скромастерами договаривался, мы предупреждали ребят о том, что я буду приходить в таком тихом режиме, но на самом деле, похоже, что никак это не повлияло. Хотя я вот знаю сам про эффект наблюдателя, да, когда вы наблюдаете, что-то меняется в наблюдаемой системе. Квантовая. Да, 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 но здесь мы этого не увидели. Так, и еще обучение, которое ICP сами проводите или отправить ребят на внешнее обучение, как? Мы планируем проводить его сами, потому что, вот вы, наверное, обратили внимание, там все курсы трехдневные, это, как правило, расширенные штуки, они базированы на Learning Objectives ICP, чтобы их можно было кредитовать, да, но при этом они расширены теми вещами, которые нам нужны, потому что для нас это единая бесшовная программа, вот, то есть она, ну, и она именно так и задумывалась. Понятно. И тут тоже вопрос такой, что роль все-таки скрам-мастера, она шире, чем роль скрам-мастера в команде, а у вас почему-то это не было, ну, отмечено в компетенциях, да, то есть человек заметил, и как вы с этим работаете, получается, с этой ролью? Не совсем понял вопрос. Так, считаю дословно. Повтори, да, вот, дословно. Но у скрам-мастера есть работа не только в рамках команды, вы это не отразили в вашем профиле скрам-мастера, где-то в презентации по всей видимости? На самом деле там я просто, возможно, мало про это сказал, потому что, во-первых, на последних двух уровнях развития он работает в основном с организацией, вот про это я точно помню говорил. А второе, это вот в роли скрам-мастера, да, там есть штуки, где скрам-мастеры занимаются устранением препятствий и внутренних, и внешних. Вот как раз там, где я роль описывал, там это точно было, потому что для меня скрам-мастер это роль, которая учит организацию быть адаптивной, да. Но просто не все скрам-мастера по уровню компетентности могут этим заниматься. Большое спасибо за интересный доклад. Велкам.